Всем привет и прекрасного настроения! С вами Михаил Кудрясов и сегодня с нами, я даже не знаю, как его уже представлять, умопомрачительный, феноменальный, самый арутиняшный Евгений Арутинян, трехкратный чемпион России и вообще танцор Хасла Дискарфокса, на который, наверное, молятся многие. Женечка, спасибо тебе огромное, что нашел время и сегодня встретился со мной в формате интервью. Привет. Это отдельное удовольствие с Женей общаться. Весь приколдес в том, что сегодня в течение нашего разговора я буду много узнавать, что происходило с Женей за последние, наверное, полтора года. Именно такое количество времени я плюс-минус тебя перестал видеть системно. Системно. Поэтому давайте разбираться, что с Женей происходило за это время. Очень долго загаряло. Женей, ну, давай вспоминать. Ты осознанно переехал в солнечную страну под названием Армения, получается, в октябре. В начале октября. И как тебя Армения встретило? Что было в самом начале? Как ты решился на этот шаг? Вообще расскажи, что витало в твоей голове в тот момент времени, когда ты такой, все, я москвичи в каком-то там поколении решил вернуться на историческую родину? Ну, слушай, ну, на самом деле это всегда стресс куда-то переезжать. Ну, поскольку я уже ехал, я понимал, что я еду как минимум там на полгода, потому что у меня было сразу гражданство делать. Стресс, определенный стресс. Долго, знаешь, все мы хотим там жить в Европе, и все такое, а вот переехали, это очень страшно. Но я когда-то вот приземляюсь, первое, что меня очень так взбодрило, то, что там сразу встретили ученики, вот, я уже не искал там квартиру, еще чего-то, у меня уже все было найдено, подобрано, встретили, очень тепло. Ну, и плюс погода. Погода – это особый такой шарм Армении, то, что постоянное солнце. Это прям, ты просыпаешься, даже если ты не доспал, то солнце дозаряжает тебя. Это прям круто, очень круто. Жень, значит, ты приземлился с пониманием того, что ты будешь делать гражданство. Ты принял решение по полугражданства, почему, зачем? Ну, не помню, как называется, Виктор Золанд, по-моему. Вот он говорит, если вы живете в современном мире, вообще круто, если у вас будет там 5-6 граждан, это никогда не повредит. И я еще так подумал, что, а почему бы нет, войну. Если есть, почему такая возможность, поскольку у меня есть корни, и там была программа для репатриантов, по ускоренной версии мне дали паспорт, то есть я не тратил кучу времени, куча средств на то, чтобы это получить, а вот пошел один документ, получил через 4-5 месяцев паспорт и уже имел два гражданства. То есть без болезни, без какого-либо геморроя, все вообще не прожжено. Да, и вот есть до сих пор такие, знаешь, ностальгические настроения, что, а может, ночь не торопить. Вот, но вот там в Армении понял, что вот в данный момент времени очень там нужно. То есть ребят, которые там танцуют, и вот тусовка, которая у нас образовалась и из стареньких хастлеров, и из новеньких, вот, она, конечно, и питает, с одной стороны, то есть она тебя вдохновляет, выводит из твоей зоны, знаешь, вот такой стресс, опять тебя в зону комфорта, вот, и в то же время не могу их бросить, вот, хотя вот я сейчас приехал в Москву, конечно, здесь дикий вайп, он вообще-то как наркотик старый, знаешь, получил, такой, тащишься. Это как ЧЕР, выиграешь через четыре года, и такой, блин, а вообще стоило, стоило, да, да. Ну, смотри, значит, когда ты прилетел в Армению, тебя встретили условно танцоры хастл и дискофокса, насколько на тот момент была уже тусовка хастловская в Ереване? Вообще, расскажи, что и как это происходило, потому что, фактически, вместе с тобой становление хастл-тусовки в Армении формировалось, или уже было сформировано? Ну, там уже на тот момент были ребята, которые уже там были полгода, именно из тех ребят, которые уже танцевали. Я помню, я добавился в чатик, там было человек 50, что ли, ну, так, 50. Мы собирались на сампо, плюс там еще была группа, которую вел Саша Голощапов и Олеся, вот, и у них уже были даже начинашки, и у них там было человек 10, пар 5, по-моему, если я не ошибаюсь, может быть, даже больше. Вот, и я подумал, что, а что, хастл и здесь прорастет, поэтому мы уже, когда вот Кать приехала, открыли клуб, набрали начинающих, и все завертелось, функционировало. Конечно, по-другому никак, в Москве я уже не добирался до зала 50 минут, то есть, там, пешком пройти, но все, знаешь, такое вот, подает надежды, подает надежды. Так, я так понимаю, что сейчас уже хастлом занимаются люди, которые не условно приехали в Армению, в Ереван, да, а которые уже с нуля там. У нас даже есть один человек, вот, Миша Керентьев, он, правда, начинал здесь танцевать в Let's Go у Саши Гринвельда, целый год был с нами в Ереване, даже поставил схему на D-класс с девочкой, которая вот прям только-только пришла, а вот на Чеере выступил и в бигинерах занял первое место, мы там все радовались всем чатикам. У меня впервые, знаешь, вот у нас сейчас чат большой учеников в Телеграме. Да, я знаю, я подписан, если вы вдруг еще не подписаны, сделайте это, обязательно оставлю ссылочку в описании. Да, но я хотел сказать, что я первый раз почувствовал, как, знаешь, там вот тебе пишут слова поддержки, они видосики шлют, мы им видосики шлем, и это вот так вообще невероятно. У меня до этого такого не было. Ну, давай сильно забегаю вперед, раз уже про чатик начали разговор. Во-первых, я смотрю, вы там в хорошем смысле слова злоупотребляете кружочками, вы прям живое общение, эмоции. Да мне просто в лов на сообщение писать, я такое видео запишу. Не надо, знаешь, как вот в этих в рилсах, в сторизах, ты должен что-то записать, еще подписать, и все. Я думаю, в Телегии круто, нажал кружочек, и все, и отправил. Не потому что тебе лень, да, потому что там нельзя так сделать. А, все круто. Теперь давай я кое-что сделаю, а ты скажешь, откуда это появилось. И что это такое? Это две вершины горы Арарат, Сисмосис. Там есть два выступа. Вот. Кстати, очень похоже, мы когда на Алтае были, у меня где-то есть эмблемка. У нас очень похожая эмблемка с кампусом. Мы подумали, почему нет. И вот сделали такой сигнал для учеников. Потому что мы когда уезжали, чтобы ребята смотрели и чувствовали то, что я какую-то причастность, мы говорим, мы будем делать какой-то знак, чтобы вы знали, что это для вас. И вот вместе с ними придумали такой знак. Просто я смотрю, что этот знак ушел в народ, потому что уже помимо вас и другие люди начали отправлять клюиды добра. Вот они нам, я в хастл-тусоке не знаю, но наши ученики, да, выслали вот эти значки. Это тоже вообще так прикольно. Как знаешь, в этом фильме «Голодные игры», помнишь? Да, да, да. Ставил, вот что-то такие, да, и все такие же, хоп. И мы скоро так же будем, хоп. Свой, свой, ереванский. Прикольно. Количество людей, которые вместе с собой было в Ереване за эти полтора года, это плюс-минус одни и те же люди или все-таки поток людей уезжает в Россию, возвращается в Ереван? Как с точки зрения тусовки? Ну, у нас есть костяк определенный, который вот держится, танцует. Очень много ребят, которые приезжают. Раньше они приезжали вот еще вот в самом начале сделать прививку, когда от ковида. Вот, потому что у нас там Pfizer есть, можно уколоться. И когда еще вот спрашивали вот эти справки о прививке, вот они активно к нам ездили. Ну, за все время человек 10-15, наверное, точно приезжал в Ереван и танцевал у нас на дискотеках. Это прям круто. Из таких ребят, которые уезжают, ну, обратно, да, куда-то, в Россию, ну, наверное, вот единец. По пальцам. Ну, одной-двух рук можно точно посчитать, их мало. Потому что уже привыкаешь. Это все-таки год мы там, это срок, который он, знаешь, заставляет человека привыкнуть к месту. Но ты уже полностью себя интегрировал в новые реальные? Да, так нельзя сказать. Мы же не знаем, что завтра будет. Я... Реали поменяется, и опять интегрируемся во что-то. Скорее про то, вот там, не знаю, ты привык там, условно, десятилетиями, да, вставать там с утра, идти там в любимое кафе, потом идти по какому-то распорядку дня, потом произошло пуф, и у тебя новые локации, новые люди, новые ощущения, тебе нужно выстраивать клуб, да? Да, то есть ты выходишь из зоны комфорта и начинаешь делать какие-то вещи, которые ты до этого не делал. А вот из каких-то привычек обыденных, вот мне там только перекладин не хватает, потому что если в Москве я шел до зала, пешком я знал, у меня три перекладины, я на каждое делал там подход, и мне очень нравилось. То есть сейчас это, вот я страдаю из-за этого, потому что меньше турников, вот, и сложнее делать какие-то упражнения. Это вот из каких-то обыденных привычек. А так, там такой же кофе, такая же еда, ну, срок-то побольше, конечно, а не послаще. Клубника, ой, клубника там постоянно, мы первые, наверное, месяца 3-4 клубники килограммы не ели. Все, я сейчас уже немножко подуспокоился. Потом инжир пошел, потом хурма, и это такое, о, прикольно, круто. Что касается языка, были ли хоть какие-то проблемы? Большие проблемы, потому что я вообще не знаю. Я могу сказать, барос джэс, ничпэссэк, шнурок литюн, это спасибо. Да, я даже не знаю, как, до свидания, стеситюн, по-моему, да. Я сейчас расскажу, очень много лет назад мы с Женей ездили на фудсити за фруктами, и это было просто ужасно смешно, когда люди, которые продавали фрукты, постарались, видя Женю, да, его лицо, пытались с ним пообщаться не на русском языке. Это было очень смешно. И теперь получается, что Женя приехал в армию. У меня каждый день, да, происходит, я не знаю, я не понимаю. Вот, но там, мне кажется, процентов 90 людей, они либо говорят, либо понимают по-русски, а если он что-то не понял, он зовет соседа так очень быстро, и все понимает, тот переводит. Поэтому там языкового такого барьера с точки зрения повседневной коммуникации нет, но вот, например, наш клиент тебе пишет на армянском, типа, хочу позаниматься, ты давай через гугл-переводчик пишешь, мы что, так и так говорим по-русски. Ну, большинство знает, большинство знает, у них в школе, по-моему, есть русский, вот, кто-то знает. Ну, такой пока проблемы серьезной нет, вот как будет, будем, может быть, учить. Да, но это и сложно его учить, потому что там вот мы в своей языковой среде, вот если бы не было, никто бы по-русски не говорил, может быть, мы быстрее бы его выучили, а так я только до пяти считать умею, пару слов знаю. А, я еще знаю, знаешь, какие слова, таквэк-ач, таквэк-за, поверните направо, поверните налево. Ты что, навигатор включал? Да, 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 навигатор, как-то, ну, вот, ну, еще говоришь там, правая нога, правая нога, и она упорно с левой ходит, и говоришь, а-ч-а, ну, так, а-а-а-а, так бы сразу и сказал, да. Как вообще люди, скажем так, из Армении, коренные жители, вообще относятся к хастлу, когда видят на опен-эйрах, я так понимаю, что, ну, по крайней мере, по сторис, которые я видел, что по фенотипу есть уже партнерши чистоклорок. У нас среди местного населения, да, уже есть ребята армяне, кто-то уже занимался, вот, лидеры они вот год занимаются, самые упорные армяне, вот, но они такие ленивые немного люди, не как в Москве, они, вот, чтобы они чем-то увлеклись больше, чем на год, это большая-большая редкость для них. Для них редкость из дома, 15 минут дойти до зала, это уже далеко, надо, чтобы прямо в моем доме было, тогда я буду танцевать. То есть это на базовом уровне такое восприятие, да? Я не знаю, на самом деле, сложно сказать, потому что вот вроде армянские танцы, вот, девочки в основном ходят, как я вот, у меня там много знакомых из бального прошлого, то, что там проходит раз в год чемпионат по бальным танцам, вот мы туда ходим, и вот познакомились с ребятами, вернее, нас мои друзья познакомили, вот, и вот у них проблема, что у мальчиков там после 14-15 лет почему-то отцы или не отцы забирают из танцев, и вот они не танцуют. А так, те, кто приходят, они вообще кайфуют, им нравится, потому что танец прикольный, прикольный танец, вот. Нравится им даже больше, чем батчата. Жень, скажи, пожалуйста, и по, опять-таки, сториз вы с Катей в течение этого года вели не только хастл, вы еще там звали батчата, да. Как тебе это направление танцев, насколько она отзывается у тебя в сердечке и так далее? Ну, прикольный тоже танец, вот, как я сейчас понимаю, он тоже развивается активно, он такой музыкальненьким становится, то есть, если раньше это вот такие движения бедрами, в 4, значит, они приподнимали, в сердечке приходят, а я хочу так же вот бедро приподнимать. По сути, там, то есть, как я понял, такая украшалочка, которая, ну, не есть основа. Вот. Танец прикольный, современный, там очень много волн. На мой взгляд, немного уступает хастлу, потому что вот эти мотивы, они звучат крайне редко, если идешь куда-нибудь на корпоратив. Ну, то есть, не универсальная музыка. Да, музыка не универсальная, это вот минус, как бы. Но, во всяком случае, он популярный во всем мире, поэтому, например, в Ереване, там бачата танцуют побольше количества людей. Но, я думаю, мы скоро это исправим. Как хастл завоюет Ереван. Вот. У меня там, конечно, проблема, то, что мало практики. То есть, любой танец, когда ты начинаешь танцевать, желательно там много партнерш, много элементов и побольше практики. У нас этого, ну, и в связи со временем, и в связи с тем, что мы мало в этой тусовке находимся, такой практики нет. Поэтому у меня продвижение по бачате такое, медленное достаточно. Но я чувствую, я справлюсь с этим танцем, нормально. Скажи, пожалуйста, как проходила подготовка к Чемпионату России? Как вы давно начали это делать? Мы с Женей общались, он рассказывал как раз во второй день, что первая программа была готова... Ну, условно, родного. Первая программа была готова уже, наверное, год-два назад, еще вот до нашего отъезда за летом, да, то есть мы где-то в июне сделали, а в октябре я уехал. У нас уже были готовы все элементы. У нас был почти, вот в конечном, как вот вы увидели, в варианте собранный на fast, может быть, там пару корректировок. И все, то есть мы вообще так и думали, что я сейчас отъеду, мы соберем слово и приедем в 22-м году. Но я подвернул ногу, ну, как подвернул, прыгал со ступеней. Никогда не спешите вниз по ступени. Вот, а там у нас ученик мой, Юра Мажорин, вот мы с ним на перегонке по лестнице бегали, и я, чтобы ускориться, решил прыгнуть через 4, по-моему, ступеньки. И у меня стопа подвернулась, и 22-й год он прошел мимо соревновательной. Вот, хотя я... Ты выиграл-то в 22-м? Нет, Юра или ты в ступени? Юра, Юра, Юра бегал как... Но хотя он мне признался, что тоже, он уже бежал на максималках еще чуть-чуть и что-нибудь себе подвернул. Ну, благо, он ничего себе не подвернул. Это особый, вообще, тоже прикол с... Ну, как я лечился, потому что, ну, я подвернул ногу, а потом, что делать? Вот ты подвернулся, что ты будешь делать? Не знаю, в трампункт. В трампункт. Я тоже так набрал трампункт, он у меня куева-кукуева. Вот, я, значит, уехал, приезжаю туда, они говорят, что вы приперлись к нам? Ну, зачем сюда? А я говорю, ну, вы штрампунт? Ну, они говорят, ну, больница. Оказывается, надо идти в больницу, а у меня в соседнем доме больница была. Потому что армяне любят, чтобы все было прям в доме, да? Все прям в доме, да? В больнице там, конечно, очень много. И, то есть, у них по-другому это устроено. Нужен там паспорт. А я все забыл, у меня боль дикая. У меня сразу тошнит, головокружение. Оказывается, потом, что связка была порвана. Но это я уже узнал через год, когда пошел в МРТ. Сделал. Вот. Ну, и весело. А я же, знаешь, когда у тебя что-то больно, ты все бежишь и исправляешь. А я же еще это отвыкшу от того, что карточки не работают. То есть, это вот в первую неделю произошло или там через дни 10, после того, как я приехал. И все. То есть, а как расплатиться, как чего? Но и в этом плане вот армяне, конечно, очень классные. Потому что они такие, да, ничего страшного, можете занести потом. Я сейчас сам за вас заплачу. Вот номер телефона, можно прийти. Ну, короче, они очень дружелюбные. И вот в этом плане... Вот это как раз тот момент, который меня в свое время подкупал. До того, как переезд в Армению стал мейнстримом, я как раз искренне считал, что когда я стану там за 60, я уеду обязательно в горы в Армении и буду там жить. Потому что мне очень нравилось именно по энергетике страна, по людям. И вот это вот добродушие какое-то искренне, оно, конечно, подкупает очень сильно. Ну да, то есть в этом плане они очень такие добродушные. Правда ленивые, писец ленивые. А еще вот Армянин, Армянину рознь. Есть вот такие эмоциональные там, да. А есть вообще с покером фейс ходят, сидят, «Здравствуйте!» Тебя вообще не слышат. И к этому тоже надо привыкнуть. Вот как, знаешь, перед этим мы были в Испании, и там в любой магазин, куда бы ни зашел, «Ола!» «Ола!» Там тоже солнечный. Вот здесь не «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» Вот такого всего нету. Ну, хотя вот они вот разные есть, меняются. Ну, мне кажется, сервис, он, значит, поскольку там сейчас спрос появился, мне кажется, и сервис подтянется. Так, давай вернемся к подготовке. Фас был готов еще к прошлому. Чьеру слоу доделали в этом году, я понимаю? В этом году, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, когда, мне кажется, летом мы его начали собирать. А может быть, уже в конце лета. Я уже не помню, если честно. Я могу посмотреть по видео в телефоне, когда это точно сказать. Ну, в этом году было. В этом году уже, в этом году собирали. Хотя мелодию мы выбрали еще вот тогда, когда фас собирали. То есть мелодия была готова. Были даже какие-то элементы, которые мы пробовали. Наш, если меню тебе понравился, ты его попробовал, записался на видео, отложил в архивчик, а потом вот достаешь и смотришь. И уже из того, что было, у нас Катя отвечает за музыкальность. Она вот расставила элементы. Я отвечаю за счета и вот переходы препа-подготовки. Пара элементов у нас есть скреативленных. Есть фирменный знак. Это вот телеспин. Он обязательно либо в слову, либо в фас должен присутствовать на каждом чьере. Вот, как, значит, такая визитная карточка. И все. Начали уже вот активно, наверное, собирать его в сентябре-октябре. А в ноябре уже тренировались там по 3-4 раза в неделю так активненько. Как в этом году происходила подготовка? Насколько было тяжело? Все получалось? Ой, в этом, в этот раз вообще все очень тяжело было. Вот у меня такая, знаешь, в организме переодизация. то есть я в таком спячем режиме, когда набираешь вес, чувствуешь себя комфортно. Потому что тренировки, это же ты страдаешь каждый день. И вот в прошлом году, наверное, ты помнишь еще, я вот в какой-то момент набирал форму, похудел, накачался и уже думаю, ну все, сейчас буду гонять. Вот. А тут вот случается переезд, случается травма и все в тар-тарары. И потом, значит, у тебя выбор либо успокоиться, да, спокойно отпускать форму, либо ее держать. Я вот думал ее держать, но, знаешь, как не удержал, ну не удержал в том состоянии, в котором она была, а потом ее опять набирать, это, конечно, вот через себя, через усилия. В этот раз это было тяжелее, чем обычно. Вот. Ну, может быть, еще возраст какой-то. если секрет, какие у тебя качели между максимальным весом и минимальным? Ой, я в своей жизни доходил до 104,5 килограмм. Ну, для твоего роста это очень много. Это очень много, и такой вообще колобочек был. А минимальный вес, ну, я к нему уже вряд ли вернусь, он лет 17-18 у меня был. Ну, давай не 17, а вот условно, вот там, ближайшие 5. Ну, вот в прошлом году я весил 77 или 78 килограмм. То есть, 30 килограмм разница между минимальным и максимальным. Ну, слушай, я тогда тоже ничем не занимался, просто отъедался. Просто был красивым. Да, вообще усы такие были здесь гладко выбиты с усами, у меня даже где-то фотка есть. Я такой только на фотке видел, на живом. да, вот. А потом, после этого, я такой, думаю, посмотрел на себя в зеркале, думаю, нет, что надо делать с этим, записал в спортзал и за 3 месяца килограмм 30, по-моему, сбросил. Да, ну, не 30, 25, до 80 я похудел. Что-то такое, думаю, ну, вот, совсем другое дело. еще подкачался, я никогда не качался до этого. Я такой, вот, вот так я его хочу выбить. Жень, смотри, вы активно год, может, даже чуть больше ввели запрещенную в Российской Федерации соцсети и Инстаграм. Вы много писали контента. Ничего не знаю, не было такого. Мы ничего запрещенного не делали. На моем, правда, очень много писали видео, сторки, рилсы, вот. Сначала мы заморачивались, то есть, брали какие-то 15 секунд, самые первые три видео с Катей записали, придумали какую-то прикольную хореографию на нее, три или четыре рилсы, но ты сидишь, сейчас думаешь, потом записываешь, и это так, потом едешь, еще что-то снимаешь, придумываешь костюмы, локации, вот. Первые сторки, они что-то не очень зашли, а потом одна сторка на 30 тысяч просмотров сразу мубанул, мы такие, опачки, прикольная тема, а потом у нас появилась Настя Сухарева, она в декабре приехала после ЧАЭРа, и вот она уже такая, так, пишем извлекательный контент, она очень нас стимулирует, очень помогает, прямо она руководит этим процессом, и мы поскольку, знаешь, это такой кайфовый процесс, мы встречаемся, там, ржем, общаемся, едим что-нибудь, это весело, весело, а поскольку еще город маленький, это не как здесь, знаешь, мы сейчас ехали, сколько ты ехал сюда, скажи мне, я там полчаса ехал, больше полутора, ты больше полутора, а вот в Армении мы из дома выходим, 20 минут идем, и уже встретились, так что это не так сложно, и плюс очень много мест интересных, и все, и вот пошло, и мы записали уже, по-моему, по 300 с чем-то видео, вот таких микро, это вообще, знаешь, так вот, скажи, запиши 300 видео, ну, это сложно, тем более, в какой-то момент ты такой думаешь, так, это я уже делал, это я делал, что же еще придумать, это самое сложное что-то придумать потом, а урбируй контент сложно, это правда, да, когда у вас трое, ну, в основном, Настя львиную долю делает, вот, ну, когда что-то, у вас тоже какие-то маленькие идеи, и вот мы это реализуем, пишем, классно, классно, это вовлекает потом, ты уж так и думаешь, так, а вот такая идея, такая идея, у нас было столько идей, что, в которой мы подкидывали, что, Настя такая, нет, так все, вот это в топку, это в топку, так, прикольно. Давай теперь про будущее поговорим, какие у тебя планы на ближайший, за месяц, полгода, год? Ну, месяц, ближайший план это провести Новый год, мы с ребятами в Армении должны собраться, встретить новогоднюю ночь, они ждут, готовятся, потому что там мы такое сообщество маленькое относительно Москвы, но большое относительно Еревана, и вот мы вместе встретимся, вот сейчас я приеду в субботу, улетаю в Ереван, и мы будем активно заниматься подготовкой к Новому году, потом посмотрим, в ближайшее время, когда вы сможете меня увидеть, это скорее всего кампус летом. Расскажи подробнее, я уверен, что большое количество людей будет вот я даже в маечке кампуса, случайно ее одел. Вы с Катей два года назад придумали прикольный проект, летом. Мы в восемнадцатом году, по-моему, или в девятнадцатом, или в двадцатом, когда ковид был. Начался он в двадцатом. Вот. После него мы решили, поскольку сложно куда-то было улететь, в девятнадцатом году мы последний раз слетали в Германию. Последняя наша поездка была на чемпионат мира по дискофоксу. И потом был ковид, и хотелось куда-то съедить. И мы поехали на Алтай, и с нами была Оля Жук и Ром Белоусы. И мы четвером семь дней по Алтаю там в разных местах побывали. Я помню сколько, когда ты смотришь телефон, и у тебя слюна капает, и жизнь такой красивый. Я там каждый день записывал какую-то мудрость, которая мне пришла на Алтаю. А там рядом есть Новосибирск и Барнаул. Ну, чуть ближе Барнаул, чуть дальше Новосибирск. Мы там встретились с Леной Федотовой и подумали. А, и параллельно, когда сторизы выкладывал, мне еще ребята из Барнаул написали, что, мол, давайте к нам заезжайте. И вот тогда родилась идея, почему бы танцевальной тусовкой не съездить куда-то в такое место, где бы ты хотел побывать и плюс еще там потанцевать. И вот поскольку мы там были, у нас еще оставалось несколько дней, мы такие, о, а давайте поездим еще и зал здесь посмотрим, присмотрим. Нашли, посмотрели восемь, наверное, или девять баз, место, одно нам подошло и нашли там офигенный зал, там маленький город, и поэтому было несложно, ну как, относительно несложно договориться с залом. Правда, все, вот на договоренности, они не берут предоплаты, и ты, не умеют вернуть тебя и не тырнут, вот, но тюзи-тьфу, все обошлось, там провели конкурс большой прям в офигенном зале, ребятам понравилась локация и вообще атмосфера была крайне крутая, и мы решили, что давайте это будем повторять каждый год в новом месте. И вот, мне кажется, это просто очень крутая идея, да, с точки зрения организации, это невероятно сложно, потому что тебе девчанки страдают. Каждый раз приходится, я даже, я бы не ввязался в такой проект, когда каждый год ты должен с нуля искать площадку. Самое сложное, это первый год, вот сейчас Катя с Олей Жук, они в Минске, вот прямо сейчас в Минске, смотрят там места и вроде что-то нашли уже, поэтому в 23-м году, в 24-м году уже все состоится, но у них огромные там из ста пунктов чек-листы вот что должно быть, куча новых идей, самые моменты, которые работают, они остаются самые сладкие, которым ребята заходят, и плюс всегда есть новые идеи, которые будут пробоваться, так что все ждите, что будет в этом новом году. Получается, что был Алтай, Карелия, теперь Минск, Белоруссия, когда Армения? Армения, к сожалению, последние два года стала очень дорогой, из-за курса, то есть, если еще года два назад она была дешевая, она была классной, я никогда не забуду, когда мы приехали с циркой в Ереван, я открываю Яндекс.Такси, беру Супер Лухари, вообще все включено, бизнес-класс, ты приезжает лимузин, мужчина в белой рубашке, ты отдаешь 100 рублей, ты такой, ну я добился, и теперь ты приезжаешь и такой, эйконок. Ну там, знаешь, как там такси, наверное, по такой же цене, как и в Москве, тарифы такие же, просто там расстояние меньше, если здесь, вот я сюда еду порядка 20 километров, да, или 15, вот, то там до зала дома у меня 5 километров, вот что-то такое, иногда хожу пешком, поскольку я стараюсь выходить каждый день 10 тысяч километров, чтобы не набирать активный вес, ой, 10 тысяч километров, 10 тысяч шагов, 10 тысяч километров, не вышел, блять, вообще, кость такой, пришел, тебе скелет, 15 лет шел, вот, вот, иногда даже хожу пешком, вот такое, маленькое расстояние, а на такси, как бы, относительно, если брать, умножить это на расстояние, которое в Москве, оно, наверное, будет точно таким же, как здесь, но вот из расстояния кажется дешевым, вот, и курс очень сильно, почти в два раза, грамм, это армянская валюта, выросла, вот, и поэтому там сейчас так, дороговастенько, ну, продукты у нас, жилье, коммуналка, это вот точно дороже, чем в Москве, что это не дешевый год, да, я сюда приезжаю, только 100 рублей, могу себе позволить, так, мы выяснили, что ты собираешься готовиться к новому году, это, там, ближайшее будущее, а в перспективе полгода-год, какие планы? Слушай, таких, долгоиграющих, я не знаю, что на меня подкинет, вот, сейчас у меня в перспективе получить визу, попробую съездить в Европу, посмотреть, что там. К сестре, ты понимаешь? Сестра у меня в Великобритании живет, у меня запрет на Великобританию, он через два года заканчивается, наконец-то, и я... Отдельная идиотская история. Я доеду, вот, просто съездить, повейбовать, посмотреть, что там, как там люди живут, других посмотреть, себя показать. Тем более, вот, вы же ездили с Ирой в Швейцарию, да, когда посмотреть, что там за пасовка. Я просто, я так понимаю, что там все очень близко, можно. Ну, теоретически, да, тем более, с твоей локации, вообще, мне кажется, можно на такси сесть. У нас, да, у нас все рейсы, вот я, я, когда в аэропорту летел, в Москву смотрел, а оставшиеся там, Милан, Париж, что такое? Да, если вы приедете в Армению и напишите нам, то сто процентов у нас будет время, и чтобы встретиться, пообщаться, так что, если кто будет в Армении, обязательно пишите сообщение, мы встретимся. Я, даже если ребята, которые были в Армении и не писали, я такой пишу, а чё вы, а чё вы, ой, у нас так мало времени, вообще, что вы понимали, у нас цирка была пересадка в Армении, буквально, наверное, часов 5-6, мы позвонили Жене, он нас встретил, великолепно провели время, расцеловал я этого прекрасного армянина, да, поэтому, если у вас есть короткий промежуток времени, то получайте удовольствие. Обязательно оставлю в описании ссылочку на телеграм-канал в Хаспо в Ереване, потому что, на мой взгляд, очень крутой ресурс, ребята там делятся своим впечатлением, полезной информацией, рассказывают, что, когда, где, всегда можно с ними связаться, поэтому, если вы собираетесь на какой-то промежуток времени существенно приехать в Ереван, или вы проездом и хотите зацепить каким-то образом Женю лично и вообще хаспо тусовку в этом городе, то обязательно пишите, звоните, в общем, не игнорируйте, я уверен, что вам понравится. Теперь, я так понимаю, что Катя переезжает в Россию, а ты будешь ввести... Я пока... планирую остаться в Армении, посмотрим, как у нас пойдет дальше развитие клуба. Пока планы такие, нырнуть вот в ту, как это сказать, в ту неизвестность, посмотрим, как все будет развиваться. Может быть, вот в моих мечтах, конечно, чтобы хаспо, который мы знаем с тобой, который у нас в России, чтобы он все-таки в Европу попал, потому что там немножко другой танец, который они знают. И мне кажется, наш вариант, он должен прижиться. Более такой человек ориентированный. Потому что там, мне кажется, руки выдирают. Там сильно все по-другому. Вот прям сильно все по-другому. сильно с ним дыхло. Ну вот в моих таких мечтах это все-таки его и туда пустить, если получится. А если абстрагироваться от хасла, от того, что сейчас с тобой происходит, есть ли какие-то идеи, чего ты хочешь в перспективе 5 лет? В перспективе 5 лет. Может быть, ты хочешь стать президентом Армении. Я только пока перевожу, что он говорит, хотя языка не понимает для наших ребят. Когда новогоднее выступление, я там стою и... Вот. Вообще, вот так вот поделюсь. У меня есть родная сестра, она сейчас живет в Великобритании, но в ближайшей перспективе они... У них... У меня два племянника. Они сейчас идут в университет. Один уже прошел. И вот племянница, она должна в следующем году пойти. И у меня сестра хочет приехать из Великобритании куда-нибудь в другую теплую страну. В Европе. Я ее понимаю. Наверное. И вот мы с ней сейчас вот дискутируем, где бы мы хотели встретиться и вместе пожить. Ну, вместе в плане в одном городе. в операции. Вот, да. И... Вот. Одна из... вероятностей один из сценариев, что я вот где-то мы с ней осядем в каком-то городе. Уже хоть как-то прикидывали, какие страны вам нравятся? Слушай, ну, мы почему-то сейчас думаем в Испании, потому что там морешко есть, там тепло. Вот, наверное, один из вариантов. И в Испании уже есть много танцоров хастла. Да? Это кто? Ну, приветствую недавно туда Алла Колчанова переехала. А, вообще, прикольно. Ну вот, уже один клиент у нас есть. Алла, привет, если ты будешь смотреть. Я думаю, что Аллочка посмотрит. На самом деле, после всех этих событий, хастл тусовка, конечно, сильно рассыпалась по всему миру, поэтому я не удивлен, если приехать практически в любую локацию, там окажется, что кто-то есть из наших. На самом деле, знаешь, что меня еще вдохновляло? У нас было вот 4 человека точно, может быть, еще кто-то так сделал, но я об этом не знаю. У нас были ребята, которые в соседних странах были, в Турции и в Грузии, которые целенаправленно туда переехали, потому что мы там были. Потому что там тусовка есть. Совсем недалеко от нас много танцоров, которые приезжают, то есть то есть Грузия или Кипра, чтобы потусить, вот побыть в нашей тусовке. И это тоже очень так тебя вдохновляет, когда ты людей объединяешь и там такой себя чувствуешь, то, что не зря что-то делаешь. Ну что, Женька, я от всего сердца желаю тебе, чтобы все твои мечты, желания, какие-то мысли по поводу обязательно реализовались, потому что мне кажется, что у таких людей, как ты, должно все быть прям вот либо великолепно, либо феноменально вот в этих промежутках. Давай остановимся на феноменальном. Хорошо, я не против. Вот, чтобы мы с тобой условно через год так же сели, я тебе задал вопрос, Женя, а что? Ты говоришь, я, Мишаня, все в этой жизни попробовал за год. Помнишь, что видео, да, вот, там все так и случилось. Поэтому спасибо тебе огромное, Жень, что потратил время, пообщался с нами, я всегда рад с тобой. А я с тобой всегда рад. Включать камеру, будем целоваться. Оставьте нас на Рубине.